добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о наставничестве мы говорили о трех сферах в которых ученик должен быть подотчетен наставник и вот здесь очень тонко очень тонкая грань мне кажется что инициатива в такого рода подотчетности должна принадлежать ученику ты как наставник не можешь прийти к человеку и сказать ты должен слушаться меня в этом в этом в этом это глупо человек осознающий свою нужду в наставничестве сам должен определить понять и принять решение что ему это необходимо другими словами ученик осознавший что у него есть проблемы например финансовых вопросах он приходит к наставнику говорит я хочу с тобой об этом поговорить потому что у меня есть проблемы я не понимаю где у меня-то дырка через которую утекают все мои деньги и наставник это не обязательно эксперт финансовых вопросах но это тот человек который за тебя молится и наблюдает и видит поверьте со стороны действительно лучше видно куда ты тратишь деньги один из моих учеников он любитель посидеть в дорогих кафе пообщаться с интересными людьми сходить на какой-нибудь крутой фильм поездить там потусить и потом он приходит и спрашивает куда деваются мои деньги я не вижу финансового благословения вы знаете за богом никогда не заржавеет он всегда даст нам благословение он всегда поможет он даст тебе работу даст тебе заработать но проблема и я думаю вы со мной согласитесь всегда в том что мы просто не умеем тратить изобилие бывает и на ниве бедных написано но многие гибнут от беспорядка мы можем получать может не гигантские суммы но получать определенное благословение но не умеем экономить не можем себя сдержать когда видим какую-то вещь которая нам нравится и так далее наша с вами задача найти человека своего наставника прийти к нему и сказать помоги мне вместе решать эти вопросы когда ты находишься в подотчетности во первых уже не ты один молишься кто-то делает это вместе с тобой во вторых дьяволу сложнее тебе заморочить голову потому что есть кто-то кто помогает тебе с этим справиться и в третьих это выходит в свет а все что сделано во свете светы есть если ты делаешь что-то тайно то в этом есть определенный налет греховности что-то хочется скрыть где-то что-то сделано неправильно но если ты вынесешь это в свет не всеобщий свет всей церкви один на один со своим наставником то дьявол он не умеет действовать во свете это не воскресенье